Пермь Продолжение темы Продолжение следует... Что, кстати, сезонно обычно происходит... Да, у нас же получается все равно октябрь-ноябрь, такие основные месяцы, и нужно смотреть на эти месяцы. Мы ожидали существенный рост цен из-за перехода на экскроу, счета застройщиков, но застройщики подготовились, так сказать, к этому. История шла уже давно об этом, ну и, можно сказать, произошло такое постепенное поднятие цены еще с прошлого года. И, соответственно, исходя из этого, мы не получили какого-то резкого скачка на недвижимость. То есть, да, ну я думаю, что это и хорошо, да, для потребителя, да, и хорошо, потому что зачем нам эти резкие скачки, непонятно. То есть, в принципе, рост цен какой-то частично в конце прошлого года состоялся, да, но опять-таки традиционный в ноябре-декабре. А если говорить по первому полугодию, ну в целом рынок на сколько процентов прибавил? Ну понятно, что по разным объектам разные цифры. Да, ну в среднем, я думаю, что до 5%, да, там, причем это может быть даже где-то меньше, где-то больше. И здесь мы должны понимать, что все равно чуть больше уровня инфляции, да, там у нас инфляция, я не совсем помню, 2 с чем-то вроде, да, там идет сейчас. У нас, соответственно, чуть-чуть все равно выше инфляции, но какого-то резкого скачка, слава богу, не произошло. То есть, от второго полугодия мы тоже ждем, ну такой более-менее сдержанной динамики, то есть нет каких-то таких резких предпосылок? Опять-таки, из крови счета вроде бы себя сильно не оправдали такой страшной историей? Я думаю, что нет, не должно быть никаких резких колебаний по недвижимости, потому что из крови счета все-таки, как бы их, так сказать, не боялись, да, застройщики, их постарались сделать более-менее приемлемыми. Хотя, у нас все равно произошли удорожания, да, там проекта, там, в зависимости от банков, там, от 3 до 8%, но если это делать постепенно, то я думаю, что такого резкого скачка не будет, но его и нет. Ну, то есть, он будет перекладываться и, в принципе, в первом квартале следующего года будет видно, да, там ситуация с кровосчетами, она немножечко будет еще, пока этот переходный период идет, пару лет, то есть, в принципе, оказывать влияние, да, на рост. Ну, да, потому что будут появляться новые проекты, там совсем другая экономика, да, идет, и, соответственно, новые проекты подтянут за собой цены в тех проектах, которые работают уже без их кровосчетов, да, там, что есть. А Пермь в этом плане особо не выбивается от общероссийской такой тенденции? Ну, мы, понятно, знаем, что в южных городах, да, цены там быстрее растут, в каких-то столичных городах, там, наверное, традиционная динамика. То есть, а в целом, там, по России, то есть, Пермь особо не выбивается из картины, или у нас можно отметить, что там динамика выше по росту цен? Ну, я на этот вопрос, так сказать, более точно не отвечу, потому что не мониторил, там, по России цены, но я думаю, что, в общем-то, мы не выбиваемся, у нас нет какого-то показателя, по которому прямо вот мы выросли, опережали бы Россию, да, там, прямо вот очень сильно. Даже вот та информация, которую вы сейчас сказали по ипотеке, да, там, ну, меня тоже вызывает определенные сомнения, да, что вторичка выгоднее покупать, чем на устройке. Ну, да, ну, а действительно, почему вот такая ситуация вышла? Они взяли определенные объекты в свою выборку, да, почему так получилось? Ну, здесь, я думаю, что получилось так, потому что использовали данные, так сказать, топовых банков, да, по ипотечным ставкам, еще что-то. И вот за счет этих данных можно, вот именно определенных банков, можно получить такую динамику при аналитике, да, вот когда анализируем, что вот типа вот у нас вторичка, выгоднее, да, ипотека, чем по новостройкам. Но если мы смотрим общее по рынку, да, я специально перед эфиром подготовился, да, там, эту ситуацию проанализировал, то у нас есть для потребителя реально альтернативы в других, не в топовых банках, да, которые тоже дают ипотеку, а где ставка будет ниже, чем на вторичку, либо такая же, но в основном такая же идет, да, там, ставка на вторичное жилье. А то есть сейчас, если мы говорим вот про цены на первичный рынок, да, то есть какие объекты остаются, ну, такими самими наиболее востребованными, которые там при сделках не идут на дисконт там и так далее, особых там скидок нету. То есть сейчас, ну, мы к новостройкам же в том числе, наверное, относим какое-то новое жилье, которое еще несколько лет назад сдалось. Вот какие сейчас объекты действительно самые такие выгодные с точки зрения цен, которые не снижаются по цене? Ну, вообще снижение по цене сейчас очень редко можно увидеть у застройщиков, потому что рынок растет, мы об этом говорили, да, только что. Вообще здесь в чем суть, что если объект хороший, с хорошей локацией, он недавно построен, в домах очень сложно купить квартиру, то, что тебе нужно в течение, там, 10-15 лет, да, там, в доме после того, как он сдался, потому что, ну, не продаются там квартиры, просто потому что людей устраивают, люди живут, редкий случай, когда продаются. И когда мы покупаем все равно новостройку, у нас есть выбор, и получается, сейчас застройщики идут по пути, что максимально вкладываются в комфорт, да, там, вроде бы дом, там, эконом-класс, да, там, с большим количеством квартир, но застройщик все равно пытается создать такую среду, чтобы людям, несмотря на то, что там много квартир, но им хотелось там жить, да, им было комфортно там жить, там, элементарно, там, безбарьерную среду какую-то, да, там, создать, детские площадки, огороженную территорию, какие-то помещения для личного пользования, ну, разные вещи, там, уже холлы какие-то интересные. Все застройщики сейчас по этому пути идут, то есть, да? Большинство, большинство застройщиков идут по этому пути, вот я могу сказать, что кто по этому пути не идет, тот уходит с рынка, потому что конкуренция очень высока. Если мы говорим про вторичный рынок, сейчас нет такого перенасыщения, как это было, вот, два-три года назад, когда квартиры просто стояли, и люди там на сделках с дисконтом 100-200 тысяч продавали? Нет, сейчас такого нет, да, что рынок перенасыщен. Проблема рынка в том, что мало качественных жилья на вторичном рынке, да, про что я говорил, что вот новостройки, которые в строящихся домах, да, допустим, вот, застройщики, там, в 16-м году, которые сдавали в 15-м, да, хорошие дома начали появляться, вот в тех домах мало квартир, да, которые, вот, ну, можно заехать и жить, да, там, и получать удовольствие не только от внутреннего ремонта, но, допустим, от подъездов, от холлов, от притомовых территорий, их мало, таких предложений. Особенно если расположение еще, да, там удаленные районы, то есть там действительно цены вообще расти не будут. Да, и здесь мы должны понимать, что рынок, есть рынок покупателя, есть рынок продавца, да, но на сегодняшний день не сказать, что рынок покупателя, он такой в переходящем этапе идет, не знаю, перейдет ли он, не перейдет в рынок продавца, да, когда продавец будет диктовать свои условия, но фактически сейчас на рынке нет такого, что там избыток предложения вторичного жилья, ну, я его не вижу. То есть, в принципе, эта ситуация будет, ну, по крайней мере, там, год-два точно сохраняться, да, то есть такой вот переходящий тренд. Прогнозы, конечно, такие строят, но в этом году, думаю, что не будет такого, что избыток какой-то есть жилья на рынке. Отлично, спасибо, Игорь Юфорев, в нашей студии эксперт рынка недвижимости, экспредседатель российской гильдии риэлторов в Пермском крае.